Иосифа Кобзона можно назвать одним из великих артистов 20 начала 21 столетия. Он не просто пел на сцене, а жил своей профессией и стремился, чтобы каждый зритель наслаждался его исполнением. Как известно, у него было много друзей, среди которых были и влиятельные персоны криминального мира, причем, этих связей он не стыдился и никогда не скрывал, даже открыто рассказывал в своих интервью. Одним из самых влиятельных из его друзей был авторитет Атари Квантришвили. Вместе они создавали различные фонды на территории страны и осуществляли поддержку финансово-спортивной сферы. Преступником знаменитый певец своего приятеля никогда не считал, утверждая, что он лишь приглядывал за уголовниками, тем самым, поддерживая порядок. После того, как Атари убили, Кобзон полностью взял все расходы за проведение его похорон на себя, за что ему были признательны все родственники и близкие люди. После этого события за Кобзоном была установлена слежка. Это стало поводом для того, что он обратился в охранное агентство, и нанял несколько охранников для защиты собственной жизни. Связи с криминальным миром негативно отразились на репутации выдающего артиста. В 1995 году США обвинили его с еще одним влиятельным авторитетом по прозвищу Япончик и признали замешанным в перевозе запрещенных средств, но это было лишь подозрением. За это ему навсегда запретили въезд в США. Иосиф Кобзон полюбился зрителям и за то, что всегда уважительно относился к ним. Он приезжал на концерты в различные горячие точки, выступал до конца даже тогда, когда над его головой обваливались крыши или концертный зал попадал под обстрел. В 2002 году, когда произошел захват театра на Дубровке, он в первых рядах вышел на переговоры с чеченцами. Именно благодаря ему от захвата освободилась женщина с ребенком, это спасло им жизнь. Иосиф Кобзон был не просто певцом, а легендарной личностью, который общался и оказывал поддержку абсолютно всем людям, независимо от того, кем они были, его поклонниками, коллегами или представителями уголовного мира. Субтитры создавал DimaTorzok